Эх, дороги, ух, дороги Сегодня, может быть, как вы уже догадались, мы в городе Пятигорске Друзья, откуда открывается вот такой шикарный вид на Кавказский хребет, на красавец Эльбрус Вперед проверим дороги Пятигорска, столицы Северо-Кавказского федерального округа Между прочим, посмотрим, насколько хороши или плохи дороги здесь Не будем откладывать дело в долгий ящик Вперед на проверку дорог Проспект Калинина в Пятигорске Это центральная улица, одна из центральных и одна из самых загруженных улиц Плюс ко всему, это и въезд в город, то есть по этой улице можно заехать в город Пятигорск Что можно сказать о дороге здесь? Качество дорожного полотна, в принципе, неплохое Да, конечно, оно оставляет желать лучшего Кое-где есть сетка трещин, кое-где есть выбоины, ямы Но они не такие большие, как мы привыкли видеть на некоторых дорогах Ставропольского края То есть, в принципе, само дорожное полотно, можно сказать, что находится в более чем хорошем Точнее, в более чем удовлетворительном состоянии Опоры линии электропередач близко расположены к проезжей части, ничем не огорожены, это минус Кроме того, оборудованы обочины здесь хорошо оборудованы, это, естественно, плюс Много дорожных знаков, которые выполнены в правильной цветовой гамме, это тоже плюс Кое-где есть нависание крон деревьев, это минус В целом, дороги на улице Калинина можно смело поставить 4 балла Калинина? Три с плюсом Ну, ямы... Дорога неплохая, но ямы есть Если бы ямы... Если бы ямы... Если бы ямы успевали, заделали, то было бы совсем хорошо О! Если есть ямки, объезжаем Проспект Калинина сам по себе находится немножечко под наклоном Поэтому вполне возможно, что во время нашего мокрого теста на нем вода немного прольется Но, скорее всего, исключительно из-за того, что сам проспект находится под наклоном Но дорога вряд ли как-то повлияет на воду Хотя, не исключено, давайте уже посмотрим Очень приятно находиться в Пятигорске вот в это время года Советую всем, на самом деле, сюда приезжать, отдыхать Хочется вот гулять, а не ездить, не проверять дороги Хочется дышать свежим горным воздухом Пить водичку Пить водичку хочется, опять же Хочется просто здесь немножечко отдыхать Потому что все-таки это город-курорт Но нет, все для вас, пятигорчане и гости курорта Проверим дороги, чтобы они были в итоге хорошие По-моему, очень хороший результат Чуть больше 4,5 баллов осталось в нашем стакане Но мы округлим, округлим до 5 Естественно, 5 баллов от нашего мокрого теста получает проспект Калинина в городе Пятигорске Это хороший результат 4 балла от меня, 3 от нашего эксперта, 5 от мокрого теста И еще 4 от водителей на улице Калинина Итого 16 баллов проспект Калинина набирает Это, в принципе, хороший результат И я думаю, что проспект действительно достоин именно такой цифры И, соответственно, вот такого знака от нашей программы Продолжаем проверять пятигорские дороги И сейчас мы приехали на улицу Теплосерную Именно сюда нам посоветовали приехать, чтобы посмотреть на плохие дороги в Пятигорске Что можно сказать о дороге здесь? Есть ямы После зимы их немало В принципе, здесь действительно требуется ямочный ремонт Но на самом деле их здесь не так много, как мы, опять же, привыкли видеть в других населенных пунктах нашего края Есть сетка трещин Есть кое-где выбоины Не везде, далеко не везде оборудованы обочины на этой улице Кроме того, есть нависание крон деревьев Вот непосредственно в этом месте, да Как вы видите, вот случаются периодически обвалы вот здесь Вот таких камней, которые Парапета вот этого, да, которые держат Что-то они здесь держат Зато здесь ходят трамваи по улице Теплосерной И это, наверное, здорово Не каждая улица может таким похвастаться Итого, друзья, что можно поставить дороги на улице Теплосерной Ну, лично я готов поставить дороги здесь Три балла С минусом, но троечку Хотя название, конечно, Теплосерное Очень такое, неблагозвучное Но и улица не центральная, мягко говоря Здрасте Ставропольское телевидение Оцениваем качество дорог по Теплосерной Как бы из пяти баллов на сколько оценили? Два На два? На два Какой ты громкий, дружище Как всегда А часто по ней ездят? Каждый день Убивается машина? Ну, конечно, убивается Пятигорские дороги – это супер Пятигорские дороги – это сложно У мусоровоза, смотри, свой мокрый тест Пятигорск и наша программа очень похожи Похожи тем, что в Пятигорске популярна водичка И в нашей программе водичка тоже играет далеко не последнюю роль Правда, у нас не нарзан, не такая она, конечно, вкусная Но, тем не менее, льется она за милую душу Посмотрим, прольется ли она на улице Теплосерной Поехали! На одной из улиц Пятигорска машины провалились В прямом смысле этого слова под землю Просто вот под ними провалился асфальт А это объясняет на самом деле Нахождение в Пятигорске знаменитого Пятигорского провала Открылся вот недавно второй, получается Раньше был один с озером Теперь второй провал открылся с машинами Честно говоря, мне казалось, что вода разливается прям очень сильно Пока мы ехали по Теплосерной Но развилась она всего на один балл То есть 4 балла улица Теплосерная и дорога На ней получает от нашего мокрого теста Но, в принципе, вы знаете, не такая уж и плохая здесь дорога Наверное, это более-менее справедливая оценка Наверное Итак, подведем итоги на улице Теплосерной Дорога здесь набрала по всем нашим измерениям 9 баллов Это чуть ниже среднего Соответственно, получает дорога здесь вот такой вот знак Будем надеяться, что все-таки здесь дорогу отремонтируют И приведут в хороший нормальный вид Пройдет всего два года, изменится там мода Друзья пойдут по Кирово гулять Так когда-то пел Руслан Набиев о городе-курорте Пятигорске Непосредственно об улице Кирова Вот, собственно, здесь туристы со всей страны, да даже со всего мира могут посмотреть, так сказать, на товар лицом То есть на дороге Пятигорска, как они есть А дорога здесь довольно неплохая По качеству стоит отметить, несмотря на то, что здесь есть трамвайные пути То есть под весом трамваев может где-то, да, асфальт немножечко дробиться, выбиваться Здесь этого не происходит практически Кое-где, да, есть трещины, есть небольшие выбоины Но они настолько незначительны, что их, в принципе, практически незаметно Оборудованы обочины Нависание крон деревьев, пожалуй, единственный минус, который есть на Кирово Я поставлю Вот я почему-то люблю сам гулять по Кирово И поставлю этой улице, дороги, на ней пять баллов, вот от души По Кирово как бы оценили? Из пяти баллов на сколько? Где-то под пять и будет, да? Триям нету таких, но четыре, четыре, четыре будет Три, три даже баллов Нет, четыре будет Таких, конечно, таких нету Вот именно по Кирово, да Сравнительно, то четыре балла Да, сравнительно Если поехать в Горячеводск, там один балл Тфыр-фыр, дорога на Кирово Заключительный на сегодня мокрый тест на Кирово Наполняем водичку до пяти баллов Долью еще немножечко Мне кажется, что здесь вода сильно не прольется Но не будем надеяться только на мои Какие-то доводы поедем и посмотрим, прольется вода или нет Немного расскажу о Пятигорске, хотя, наверное, жители края о нем знают немало Но не лишним будет напомнить, что город-курорт Пятигорск был основан в 1780 году И помимо своего названия, по которому он известен на весь мир Пятигорск У города было еще два названия Это «Горячие воды» он назывался И «Константиногорск» еще вот такое название было у города Но в итоге все-таки Расположение, географическое расположение Повлияло на современное название И все мы знаем Город Пятигорск как город Пятигорск Ну, в общем-то, как я и предполагал Вода на Кирово практически не пролилась Ну, пролилась на один балл Всего лишь 4 балла получает дорога на улице Кирова от нашего мокрого теста Ну что же, усилиями нашей программы мы выяснили Что по проспекту Кирово в Пятигорске Приятно не только гулять пешком, но и ездить Потому что дорога здесь, в принципе, неплохая Да, не без изъянов Но, тем не менее, она набрала 17 баллов по всем нашим измерениям И, соответственно, проспекту Кирово в Пятигорске Мы можем поставить вот такой знак А всем отдыхающим сказать, что можете приезжать смело в Пятигорск И, как минимум, по проспекту Кирово и по проспекту Калинина Ездить, не боясь ничего Ну что же, дорогие друзья Вот мы и проинспектировали Пятигорские дороги Что можно сказать о них в целом? А в целом о них можно сказать, что они молодцы Пятигорские дороги хорошие Мне лично понравились Две из них, как вы позже увидите, будут располагаться в верхней части нашей таблицы Одна будет чуть ниже Но, тем не менее, если говорить в общем о дорогах Пятигорска То они в нормальном состоянии Поэтому, уважаемые господа курортники Смело приезжайте отдыхать в Пятигорск Ничего не бойтесь, дороги здесь нормальные Дороги Пятигорска в нашем рейтинге занимают следующие места Проспект Кирова с 17 баллами Делит места с 10 по 14 с дорогами Лермонтово, Михайловска, Красногвардейского и Новоалександровска Проспект Калинина набрал 16 баллов И занимает 15 место нашего рейтинга Ну а дорога на улице Теплосерной Набрав всего 9 баллов Делит места с 30 по 33 с дорогами Михайловска, Благодарного и Донского Это была программа Эх, дороги, ух, дороги Если вы хотите, чтобы мы приехали И проверили дороги в вашем населенном пункте Пишите на адрес нашей электронной почты Или звоните к нам в редакцию Мы обязательно приедем к вам И проинспектируем дороги в вашем населенном пункте Увидимся ровно через неделю, друзья Пока! Редактор субтитров А.Семкин